Добро пожаловать на канал Watchtory, с вами я Михаил и сегодня, у меня сегодня день рождения и моя супруга сделала мне подарок, а мой сын ее заложил, сказал, что там какие-то часы и я решил сразу онлайн снять это на YouTube канал, так как и анбоксинга очень хорошо заходит. В прошлый раз был отлично, зашло уже 42 тысячи просмотров, вам отдельно за это благодарность, ну и давайте посмотрим, что здесь, если честно, я ожидал, что это будет Mont Blanc, геосфера в бронзе, которую я так очень давно уже вожделею, но судя по коробке, она маленькая, это не Mont Blanc, в общем, давайте смотреть, у меня с моего уже руки просто чешутся, что же здесь? Так, мне кажется, есть еще предположения, я надеюсь, это будут они, так, черная минималистичная коробка, мне кажется, вот в стиле просто тех часов, которые я тоже хотел, помимо Mont Blanc, я думаю, что вы понимаете, у кого такие коробки бывают. Это было вот так вот так вот, да, 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 есть. Так, ну, ребят, мои супруги, отдельная благодарность за такой подарок, у меня аж мурашки сейчас по всей коже бегут, очень крутые, наконец-то, все, прибавление в коллекции. Настоящие тру-дайверы, тунцы, часы, в которые я влюбился, на самом деле, за время, пока что они у меня находятся на тесте. Сейчас, это не они, сейчас, секундочку. Так, вот, вот именно эти тунцы у меня были на тесте, очень прикольно, сейчас у меня теперь двое тунцов, так что компания Seiko, вам спасибо за доверие, что выдали мне вот часы на тест, их я вам возвращаю. А полноценный обзор буду уже снимать непосредственно своими часами, наконец-то могу их спокойно поносить, может быть, где-то даже поплавать, где-то в экстремальных каких-то условиях, может быть, помывать. И давайте вкратце прям пробежимся по характеристикам, соответственно, корпус Monococ, вот этот кожух защитный, он сделан из керамики, соответственно, она не царапается, достаточно прочная, безель очень классный. Ну, сейчас, на самом деле, хочется оставить именно отдельно на обзор, но могу сказать, что диаметр 52,4, по-моему, миллиметра, и да, не великовата, но прям я вот хотел себе именно такой вот настоящий трушный дайвер. Я, конечно, на тысячу метров погружаться не буду, но у меня коллекция собирается из лимита каких-то необычных часов, и это прям будет её яркий представитель, очень классный. Я, конечно, за время теста вот этой модели жене прожужжал все мозги, что вот она вот решила мне сделать такой подарок. Так, и давайте посмотрим, что ещё есть в коробке. Ну, коробка минималистичная, часы за 289 тысяч рублей, и компания Seiko японцев могли бы что-нибудь сделать классное, не знаю, может быть, дайверское. Ну, я на самом деле понял всю философию японцев, главное это часы, на самом деле, да, так и есть. Коробка это уже такое, это просто переносной какой-то бокс, и всё. А так, конечно, ты носишь часы каждый день на руке, и когда они реально качественные, надёжные, это круто. Поэтому коробку можно простить. Так, и по документам. Здесь, собственно говоря, инструкция, ну, как заводить часы я знаю, гарантийная карточка. А здесь инструкция на разных языках. Ну, как пользоваться я знаю, поэтому мне она особо не нужна. И, кстати, давайте здесь в комментариях напишите, пожалуйста, вопросы к этим часам, что бы вы хотели увидеть в обзоре. Я, в принципе, плюс-минус уже составил, так как я его буду делать. Будет непосредственно обзор этой модели. В этом обзоре будут участвовать более простые проспексы для того, чтобы показать разницу между часами за 289 тысяч рублей, к примеру, часами за 45 тысяч рублей, чтобы вопросов никаких не было. Вот. Если у вас ещё какие-то вопросы будут, пожалуйста, пишите в комментариях, я это всё учту в обзоре. Ребят, сегодня рождение, хочу пожелать, чтобы ваши мечты сбывались. Ставьте правильную мотивацию, правильные цели, достигайте их. Часы – это такой вот инструмент, на самом деле, для достижения целей каких-то. Потому что, если вы что-то хотите за определённую сумму денег, у вас всегда это будет появляться и в большем эквиваленте. Поэтому мечтайте правильно, достигайте своих целей. Благодарю всех за потраченное время на просмотр. И за поздравления. Хорошего дня.